Добрый день, дорогие друзья! Инволюция, секс и голод Александр Белов В этом видео не содержится информация, оскорбляющая чувства верующих, а также приверженцев теории эволюции Вот из статьи, опубликованной в Neitch Communication, считается, что все африканские пигмеи произошли от одного общего предка около 60 тысяч лет назад Однако, в общем, новые исследования показывают, что у ФСУ, жившие восточнее Бака, просто изначально рождаются маленькие дети у них То есть у них ограничитель роста включается во время внутриутробного развития У Бака же сразу после рождения Это указывает на разные пути появления карликовости у разных групп пигмеев Таким образом, о единой эволюционной, очень древней судьбе африканских пигмеев надо забыть навсегда Пигмеи живут в среднем 20-25 лет, очень редко доживают до 40-11-12-летней пигмеи Обзаводятся потомством без каких-либо последствий для себя Организм человека способен приспособиться практически к любым условиям В генетике университета Пенсильвании уж лучше быть низкорослым, чем остаться без потомства У пигмеев отсутствует пубертатный скачок роста, зато они рано становятся полувозрелыми И такая полувозрелость, очевидно, спасает их от вымирания Раннее, так сказать, половое созревание На что это указывает? На то, что предками пигмеев были люди обычного роста, у которых период детства был гораздо больше, чем у пигмеев Ну и созревали в половом отношении они позже Иными словами, в данном случае имеет место инволюция, неэволюция Ускоренное половое созревание, уменьшение роста и малый срок жизни Это реакция популяции на постоянный или хронический голод и тяжелые условия существования Другие серьезные последствия недоедания у беременной женщины Это недоразвитие плода, преждевременные роды, маленький вес и рост новорожденного Исследователи из медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах Обнаружили, что голод в первой неделе интересного положения оказывает существенное влияние на здоровье ребенка Даже в зрелом возрасте голод мамы на ранних сроках беременности в первом 3 месяце Может оказать влияние на развитие мозга будущего ребенка Если беременная недоедает, закономерно, что ребенок в утробе матери недополучает питательные вещества Другими словами, эти питательные вещества и микроэлементы, необходимые для развития новой жизни, не поступают в достаточных количествах Как следствие, у ребенка наблюдается замедленный рост, низкий вес Последствия недоедания в период беременности сохраняются ребенку в течение всей жизни Считается, что с симптомами недоедания связаны беременность во время периода младенчества Напрямую связаны нарушения когнитивных функций, низкий IQ Кроме того, считается, что таких детей, а затем и взрослых, наблюдается повышенная гиперактивность, несдержанность, то бишь гиперэмоциональность Повышенная гиперактивность двигательная имеется в виду Один из симптомов алиментарная дистрофия Или алиментарный маразм То есть тяжелая форма белково-энергетической недостаточности В основном наблюдается у детей до года Для справки, маразм это угасание психической деятельности из Википедии Ну и также квашиоркор Вид тяжелой дистрофии Он наблюдается у детей 1-4 лет Хотя и наблюдается в старшем возрасте То есть безбелковый отек Большие животы Часто болезнь возникает у детей, которых матери слишком рано отлучают от груди из-за новой беременности Ну вот питание клубнями и маниока, которых в Африке много И растет она хорошо, и дает хороший урожай В общем, но содержит небольшое количество белка Если только питаться этими, так сказать, дешевыми продуктами Которые из нее приготавливают То, в общем, у детей Сдутость животов в бедных районах Африки появляется У детей войны, последствия перенесенного голода Сохранились на всю жизнь и проявляются даже сейчас Когда проблем с продуктами, в общем-то, нет Ряд исследований уже показал, что экологические стрессы, перенесенные родителями Способны нанести вред здоровью последующих поколениям Ну и, например, женщины, которые были беременны в 1944 году в Нидерландах В период известного голландского голода Родили детей, которые были необычайно маленького роста Дети, находившиеся в утробе матери во времена голландской, так называемой, голодной зимы 1944-45 годов Оказались более склонными к алкоголизму и наркомании Таковы данные исследования, изучавшие связь между внутриутробным голоданием и риском развития зависимости Полученные результаты заставили ученых предположить возможность эпидемии зависимости в странах, где люди недоедают Уже было доказано, что внутриутробный голод повышает риск развития ребенка серьезных психических заболеваний Рассказывает автор исследования Роберт Утерленд, эпигенетик из медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне Во время сезона дождей сельские жители в Гамбии приходятся постоянно трудиться по хозяйству Ведь постепенно заканчиваются припасы, полученные от предыдущего урожая Ну и другой исследователь, наши результаты впервые продемонстрировали, что питание матери на момент зачатия может оказать пожизненное влияние на экспрессию генов ее ребенка Комментируется автор работы Брангар Хининг из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Подробности исследования были опубликованы в журнале Nature Communication Ученые утверждают, что питание женщины, ну и так далее, и так далее В общем, то же самое Силовики Папуа Новой Гвинеи, это уже что-то иное Арестовали 54 деревенских жителя по обвинению в каннибализме От чего каннибализм возникает? Большой вопрос В общем, это связывает деятельность тайных религиозных культов Но наверняка тоже может быть как следствие недостаточного питания Операция проводилась в западной провинции этого Тихоокеанского государства Но вот источник приводится в сети Район проведения операции расположен в устье реки Флай В 2009 году, в общем-то, тайные там сохранялись культы Обезглавливания, ритуальные всякие поедания Ну и вот еще племя из Папуа Новой Гвинеи Каравай – удивительное племя, открытое в 1970 году И между ними, в общем-то, и остальным миром никаких контактов, очевидно, до этого не было Они, в общем-то, живут на таких высоких домах, которые расположены высоко на дереве Для чего это нужно? Чтобы защитить членов от конкурирующих деревень Ну и Папуа Новой Гвинеи является одной из стран, где я, в общем-то, каннибализм практиковался в прошлом В общем, почему они делают такие, строят дома? Из-за опасений быть ночью захваченными и съеденными каннибалами из соседних племен При этом они и сами порой не прочь отведать человеченки Многие Каравай до сих пор верят, что чужаки являются носителями демонов и злых духов Ну и они не понимали, что до 1970 года кто-то еще в мире существует вне их племен Племен, видимо, там группа племен Трудности, связанные с попаданием в чужое жилище, построенным высоко на дереве Отчасти снимают риск быть съеденными Обычно нападения как раз происходят ночью Поэтому Каравай на ночь выставляют постовых Ну вот пигмейтва и бакингу из конга ловко лазят по деревьям уже как бы не за головами, а за медом и фруктами Исследователи во главе с Вивиком Янкатараманом, аспирантом Дармонского колледжа в Ганновере Изучили две группы пигмейтва, которые являются охотниками-собирателей близлежащего бакингу из конга Использовали они ультразвуковую визуализацию Они обнаружили, что мышечные волокна людей, которые регулярно лазили по деревьям Резко отличаются от волокон тех, кто этого не делал Благодаря до... ну в общем мышцы приспособились И так называемые альпинисты-пигмеи могут сгибать лодыжки более чем на 45 градусов по направлению голени Намного дальше вперед, чем в общем другие люди, которые умеют, не умеют лазить И в общем, чтобы подняться на деревья, так называемые альпинисты оббивают руки И в общем имеются особые техники, продвигаются вверх к источнику меда В некотором смысле они гуляют по деревьям Результаты исследований были опубликованы в сети 31 декабря 2013 года Это американское известие Национальной академии наук Можно предположить, что карликовость и малый объем мозга у ископаемых людей появились в результате хронического недоедания Параллельно с этим развилась способность лазать по деревьям за пищей и в поисках укрытия В 2007 году в пещере Кальяо на острове Лусон, Филиппины найдены зубы, кости рук и ног Принадлежащие людям, живущим там 50-67 тысяч лет назад Ну и в 2010 году останки все-таки были классифицированы как принадлежащие человеку разумному Несмотря на малый объем зубов и костей, руки и ноги лусонского человека уже приобрели адаптацию для лазни по деревьям Вот средняя фаланга пальцев указательная, она искривлена И в общем это сближает их с австралпитеками и с другими так называемыми примитивными хобилисами людьми Признак, который обычно трактуется в общем-то как адаптации для лазания по деревьям Еще сильнее эта примитивная изогнанность выражена у проксимальной фаланги пальца ноги Пишет Александр Марков, известный эволюционист Примоляры, особенно маляры лусонского человека исключительно малы В общем это тоже характеризует В общем уменьшились в размерах, так как костей немного Мы можем судить, что рост совершенно этих людей был маленький Ну вот еще один так называемый карлик, хотя он не карлик или лилипутом его не назовешь Маленький человек обнаружен в 2003 году в Индонезии на острове Флорес, пещера Лиангбуа Где найдены несколько скелетов разной степени сохранности Возраст примерно 13-95 тысяч лет назад По новым данным до 100 тысяч лет Но маленький рост их очень около метра Объем мозга около 380 кубических сантиметров То есть это меньше, чем у гориллы и шимпанзе И приближается в общем неизвестно к какому объему мозга Но по крайней мере размером примерно с крупный грейпфрут Ну и вот некоторые антропологи считают, что патологически измененные остатки человека разумного Это никакие там не пятикантропы приспособившиеся, а именно человека разумным Ну а не эти антропологи, эволюционисты, конечно, в общем говорят о том Что неясным остается характер патологии, вызывающей необычные изменения в анатомии Ну как следует из Википедии хотя бы И здесь, конечно, можно предположить, что недостаток питания приводил к карликовости Уменьшению размера тела и мозга Ну и понятно, что поведение тоже не блистало В общем-то впервые остатки на леди были обнаружены Это уже другой карлик Значит, в местности колыбель человечества в пещере из Южной Африки восходящая звезда жили Они в другое время, но тем не менее тоже не так давно 236 в диапазоне, 335 тысяч лет назад Были обнаружены 4 черепа В общем мужской и мужские 56 кубических сантиметров 560 кубических сантиметров И женские 4,65 Ну то есть это примерно объем мозга австралопитеков Хотя жили они совсем в другое время и в другом месте Вполне вероятно, вернее место Южная Африка может быть Это время, конечно, австралопитеки тогда, в общем-то, не дожили до этого Вполне вероятно, что этот вид гуменин, как антропологи говорят, современный Занимался как лазанием по деревьям, так ходьбой на двух ногах То есть вполне себе забрался вторично на деревья Ну и кисти показывают Они изогнуты пальцы на стопе Развиты продольные поперечные своды Которые еще сохранились от человека разумного Ну и разные индивиды по этой группе Они мало отличаются друг от друга Потому что принадлежат к одному виду В общем, вот так вот формируются виды древолазы Палеонтологи Дармутского колледжа из Нью-Хайм-Шири, США Провели исследование, в результате которого пришли к выводу Что и австралопитеки, больший палец стопы был гибкий И позволял держаться за тело матери Хотя австралопитеки ходили как люди И имели, в принципе, ногу стопу, похожую на человеческую Австралопитеки тоже приспосабливались к жизни на деревьях Ища, вероятно, там укрытие и еду Анатомия стопы скелета молодой австралопитека Похожа на человеческую, но с гибким большим пальцем Данные были получены при изучении образца Который, в общем, имеет срок Возраст 3,3 миллиона лет Это детеныш, так называемая девочка Которая получила имя села Фрагменты скелета аромидуса Ардипитека аромидуса Были обнаружены в 90-х годах Ну и там тоже выраженное, так сказать, древолазание Судя по всему Ардипитек аромидус тоже забрался на дерево А не слез с него Как, в общем-то, утверждают эволюционисты Указывая его на возможного предка людей Австралопитеков и людей Ну и возраст оценен по вулканическим породам Которые залегали выше и ниже В 4,4 миллиона лет назад 4 миллиона и 400 тысяч Почти человеческие ноги и таз Указывают на то, что предки Ардипитека аромидуса Сходили как люди Ну и прямохождение там Условно оставалось от людей Рост 1 метр Объем мозга еще меньше Чем у флоресского человека 300 кубиков Возраст находки Ардипитеки жили в тропических лесах Были способны к прямохождению Ну и их там, в общем-то, номинируют Как промежуточное положение В общем, чтобы, так сказать, представить их Как предков На самом деле это не так Вот и о шимпанзе В этой связи тоже говорят антропологи Ну ночью шимпанзе прячется высоко на деревьях Устраивая себе постель из веток Когда шимпанзе от кого произошли Совершенно непонятно Очевидно от древних ископаемых людей Которые в ископаемом стене, конечно, пока не найдены А может быть и найдены Просто они не трактуются, эти остатки Как предки шимпанзе Потому что совершенно непонятно Когда шимпанзе появились По некоторым данным 3 миллиона, потом 5, потом 8 Потом уже и больше дают На самом деле, в общем, аппетит приходит во время еды Вот, что любопытно Аппетит у шимпанзе хороший Когда они преследуют их Они бросаются на деревья Издают звуки, похожие на лай Ну и спят они ночью там же В общем, вырастают Не очень-то большими 150 у самок Вернее, у самцов И 130 у самок Шимпанзе едят почти весь день Чтобы насыться Пробуждаются рано В общем, потом начинается Постоянный поиск пищи Как пишут одни из исследователей Упорно трудиться Им приходится трудиться Как бы, может быть, и в кавычках Чтобы получить свою норму еды То есть, надо многократно залезать на деревья Прочесывать густой кустарник Ну, трудом Как это Энгельс понимал Трудовой деятельностью Это, конечно, назвать нельзя Примерно после 4 часов Такой работы трудной Они отдыхают В течение 1-2 часов Игра или дремля на солнце Затем шимпанзе продолжают кормиться До 3-4 часов дня После чего Приводят себя в порядок И готовятся к ночному сну И вот здесь видно В общем, что шимпанзе едят Фрукты половина Зеленые листья цветы Семена и насекомые Появление огромных клыков У обезьян связано с появлением Жесткой внутригрупповой агрессии То есть, это уже адаптация К социальным таким Не очень хорошим условиям Внутри группы Постоянные стычки Внутри этой группы По поводу Дележки пищи Из-за полового партнера Ну, понятно, что Когда всем не хватает И пищи партнера То, в общем Надо какие-то мощные аргументы Они включают в организмах Вот эти стычки Бывших людей Механизм роста клыков Который регулируется Уже лимбической Эмоционально-гормональной системой Во главе с гипоталамусом Во время антогенеза То есть, индивидуального развития Организма Ну, и шимпанзе Нередко проявляется Высокая агрессивность В опубликованных В сентябре 2014 году В результатах исследований Было показано Что в борьбе За лучшую территорию Пищу и ресурсы Ну, и за половых партнеров А также для того Чтобы избавиться От конкурентов Особи способны Убивать друг друга Убийства Всегда действуют Убийцы В составе группы От пяти до тридцати двух Обезьян То есть, замечено На одно Короче, все на одного И чаще всего Убивают самцов И детенышей Из других групп При этом Обычно не трогают самок Ну, понятно Почему? Потому что самки Это репродуктивный ресурс В ходе убийства Они чаще всего Отрывают гениталии Жертвы Или разрывают горло Наиболее количество убийств Зафиксировано В популяциях Проживающих Вдали от людей То есть, от людей Такому они Вряд ли могли научиться Как правило Шимпанзе Убивают чужаков Обезьян Из другого сообщества Однако В 2013 году Исследователи Зафиксировали В Фанголе Сенегал На территории Проекта Шимпанзе Саванны Фанголи Случай, когда Шимпанзе Расправились Не просто С соплеменником Но и с бывшим Лидером Собственной группы Альфа-самцом По прозвищу Фудука Ну и подробности Опубликованы В интернет Просторах Ну и Скоренное телесное Развитие Делает организм Обезьян Более адаптивным Диким условием И детеныш Обезьян Лучше готов В взрослой жизни Чем Новорожденный Человек Приспособление К взрослой жизни Ну вот У шимпанзе Например Отведенный в сторону Большой палец У новорожденного Ну а человек При рождении Как пишут Эволюционисты Отстает Очень даже От обезьяны Ну понятное дело Кто ускорился А кто отстал Вот вопрос Новорожденный Детеныш Низший Усконосый Обезьян По своему Физическому Состоянию Соответствует Ребенку Трех Четырех Лет А шимпанзе Четырех Пятимесячному Хотя вес Тела Новорожденных У крупных Антропоморфных Обезьян Относительно Меньше Чем у человека Рост и развитие Обезьян После рождения Происходит Быстрее Чем у человека Ну Имеет Место Ускорения Развитию Обезьян А не Замедление О человека Как пишут Революционисты Детеныш Мартышки В беспомощном Состоянии Бывает Только в течение Первых Двух Трех Месяцев А детеныш Шимпанзе Пять Шесть Месяцев Раннее Половое Созревание Увеличивает Шанс Выживания Популяции В целом Обезьяны Быстрее Чем люди Достигают Половой Зрелости Это тоже Хорошая Адаптация Ниши Обезьяны К трем Шести Годам Высшие Ну так называемые Высшие Ниши Сейчас так Не делят Ну в общем Ладно Пусть так будет Высшие К 8-10 У человека Лучше Чем у обезьян Выражен Пубертатный Скачок Ускорение Роста В пубертатном Периоде Который Между прочим У других Млекопитающих Вообще Не Обнаружен То есть Уже Утратили Эта Способность Человеческую Другие Млекопитающие Ускоренный Рост Телу Обезьян Как адаптация К тяжелым Условиям Обитания Общий Рост У низших Обезьян Заканчивается К 7 годам У крупных Антропоидов К 11 У человека 20 Годам У человека Более Длинный Период И во все Периоды Жизни Большая Общая Их Продолжительность Низкие Усконосые Живут В среднем 25 Антропоморфные 35 лет Ну а сколько Живет Человек Вы и сами Знаете Ну вот здесь Возрастные Изменения Тела И телосложения Мужчины Показаны Справа Усиленный Рост Зубов У челюстей Связан Обезьян Не только С новой Грубой Пищей Но использованием Зубов Как оружие Большие Клыки У шимпанзе Сильнее В течение Индивидуального Развития Увеличивается Лицевой Отдел Челюсть Как раз Челюсть Зубы Зато Мозговой Отдел Очень Отстает В развитии Отсюда Мордень Вылезает В период У взрослого Шимпанзе У человека Сохраняется Укороченный Лицевой Крупный Мозговой Отдел Прямой Выпуклый Лоб Изогнутость Основания Черепа Сдвинутые Вперед Большое Запилочное Отверстие Тонкие Стенки У черепа Слабо Выраженный Рельеф На поверхности Костей Ну а также Отсутствует Сплошной Кошный Валик У которого Появился Например У шимпанзе И всяких Там Недо Или пост Людей Над орбитами В общем Видимо В общем Ну не будем Говорить Отчего он Появился Потому что Сверху Ушел Мозг Ушел И поэтому Сократились Лобные Отделы Мозга И сохранились Костные Очки Широко Раскрытая Недная Дуга Долго Сохранение Швов Это у Человека И мозг Обезьян Отстает В развитии По отношению К развитию Мозга Человека Крупный Мозг Человека Является Следствием Более Длительного Роста И в общем Огромное Ускорение После рождения За первые Два года Жизни Объем черепа Горелы Увеличивается Лишь на На 36% От 280 До 380 Кубических Сантиметров У шимпанзе На 33% От 240 До 320 Сантиметров Кубических У человека На 227 Процентов От 330 До 1080 Кубических Сантиметров Таким образом Банальный голод В популяциях Ископаемых Людей Нехватка В организме Человека Пищевых Веществ Для жизнедеятельности Организма Был способен Приводить К плохому питанию Беременных И недоразвитию Плода Что в свою очередь Приводило К недоразвитию Мозга Новорожденных Сокращению Периода Детства И ранней Половой Зрелости И как следствие Этого Исчезновению Речи Культуры Человеческого Поведения Если это Все появлялось И в поколениях То в общем Появление Адаптации Древесной Жизни Было Именно там Находили на дереве Питание Обезьяны И появление Больших Клоков Было связано С защитой Защищались Они И приспосабливались В общем От кого В общем От своих же Соплеменников От хищников Ну и также Против возросшей Агрессии Которая была Распространена В этой Популяции Можно Предположить Что как раз Уменьшение Размеров Тела Это вывод Такое Взросление Отсутствие Эмоционального Контроля За поведением Ослабление Когнитивной Функции Мозга Раннеполовое Созревание Связано С хроническим Голодом В популяциях Людей Живших Несколько Миллионов Лет Назад Их Скопаемые Останки Пока Не Обнаружены В общем Потому что Все Умерли От голода В качестве Адаптации В организме Бывших Людей Появляются Большие Клыки Способность Древолазанию С тем Чтобы укрыться От конкурентов И хищников На дереве Во время Ночного отдыха Во время Немотивированной Агрессии Соплеменников А также Чтобы прокормиться Фруктами И цветами